Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Работать, не выходя из дома. Какие возможности предоставляет анапчанам филиал центра занятости, рассказал его руководитель Аэлита Бахалова. Уроки добра. Ученикам шестой школы рассказали о международном волонтерском движении в России. Счастья много не бывает. Богатырь весом более пяти килограммов появился на свет в анапском роддоме. Мэр «Анапа» Юрий Поляков возглавляет делегацию города-курорта на международном туристском форуме «Сиф-2017» в Сочи. Курортный и туристический потенциал «Анапы» представляют ведущие санатории, современные отели и базы отдыха. Руководители предприятий санаторно-курортного комплекса заключают договоры на будущий сезон, а руководство Краснодарского края и курортных городов обсуждают, как повысить конкурентоспособность приморских территорий и их привлекательность в межсезонье. «Анапчение» принимает активное участие в деловой программе международного туристского форума «Сиф-2017». Серьезное обсуждение идет на тему, как сделать курорты региона круглогодичными. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, необходимо искать новые точки роста, создавать якорные проекты, которые позволят привлекать туристов. Глава «Анапы» Юрий Поляков рассказал руководителям региона, в том числе о предложении тайских инвесторов. Вениамин Иванович поддержал идею создания нового парка отдыха и развлечений. В рамках форума предприятий санаторно-курортной отрасли «Анапы» активно продают пакетные новогодние туры, по системе «Все включено», а также ведут переговоры и уже заключают договоры на сезон 2018. До начала календарной зимы осталась всего неделя. Образовательные учреждения не только города, но и сельских округов готовятся к холодам. В селе Варваровку удалось решить давнюю проблему местного детского сада. Во время дождей здесь каждый год происходило подтопление не только здания, но и подъездных путей. Ливневка, проложенная по территории садика, не справлялась с потоками воды. Поэтому было принято решение сделать еще один дополнительный водоотвод, который разгрузит коммуникация детского заведения. Здесь перехватываются эти воды, и под асфальтом уложены тоже лотки, и выводят в центральную ливневку, которая выходит уже в систему водоотведения. В порядок приведут и дорогу, по которой в детский сад привозят продукты питания и вывозят мусор. Уже сегодня сюда зайдет строительная техника и завезут материалы. Кроме этого, детский сад ждут серьезные перемены и в плане внутреннего технического перевооружения. Сроки поставки оборудования конец ноября, середина декабря этого года. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду было принято решение перейти на электрическое оборудование. Так как котельная у нас на твердом топливе, год постройки 1990-й, живем как в каменном веке. Сейчас в детский сад отапливается угольной котельной, но специалисты уже установили часть нового оборудования. Это будут специальные электрические котлы отечественного производства, отвечающие всем требованиям современной безопасности. Запустить новую отопительную систему планируется уже к концу декабря. В Анапе пройдет региональная неделя приема граждан. С 27 ноября по 3 декабря в Анапе члены фракции партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования организуют встречи с жителями города-курорта. Мероприятие приурочено к 16-летию образования партии. Прием проведут депутаты всех уровней на базе местных общественных приемных и общественных приемных сельских округов. Разработан график приемов, который вы видите сейчас на своих экранах, из которого можно ознакомиться на нашем информационном портале anaparegion.ru. В городском центре занятости населения формируют базу вакансий для тех, кто только начинает свою трудовую деятельность. В том числе и об этом шла речь на специальном семинаре для будущих выпускников, который прошел сегодня в Анапском филиале Московского педагогического государственного университета. Не ждать, когда работа сама тебя найдет, быть активными, учиться грамотно себя представлять работодателем в резюме, по телефону и во время личных встреч. Кроме того, специалисты центра занятости рассказывают об услугах интерактивного портала, общероссийской базе вакансий. Сегодня формируется ее раздел для тех, у кого пока нет опыта работы. Это, пожалуй, основное препятствие для тех, кто ее ищет. В Анапе пока открыто 90 таких вакансий. Сейчас активно идет агитация работодателей, то есть мы ожидаем, конечно, поступления и таких вакансий профильных, узких специализаций, то, что требуется конкретно в нашем городе. Есть работодатели, которые готовы научить сами, то есть не переучивать человека, а научить своим каким-то нюансам в работе. Но для работодателей основное, как бы, это отсутствие опыта работы, то есть основной критерий, который пугает, это отсутствие опыта работы и, возможно, молодой возраст, что девочки уходят в декрет, допустим. В аудитории будущие педагоги, большинство из них уже нашли работу, их ждут. Помимо этого, здесь готовят специалистов по бухгалтерскому учету, дизайнеров, компьютерщиков. В этом году в колледже и университете получат дипломы 320 молодых людей, на 20 больше, чем в прошлом году. По статистике, около 80% выпускников практически сразу идут на свою первую работу. Такой результат здесь называют, как минимум, неплохим. Образование – это двусторонний процесс. Есть и запросы работодателей, есть и запросы рынка труда. Если требуются педагоги, мы выпускаем педагоги. Если требуются муниципальные служащие и специалисты гостиничного сервиса для нашего города, мы выпускаем муниципальных служащих и специалистов гостиничного сервиса. Мы отвечаем требованиям рынка труда. Анжелина из Витязева учится на четвертом курсе университета. Специальность – государственное и муниципальное управление. Девушка рассматривает ее как базовую, универсальную. Есть экономический блок, есть юридический. При необходимости можно здесь же пройти годичный курс, развиваясь в одном из этих направлений или получить дополнительные знания из другой сферы. Для начала нужно закончить, сдать госэкзамены, защитить диплом, а потом уже будем смотреть, стремиться к чему-то. Боюсь что-то загадывать, но хочется, конечно, пойти работать в администрацию и подниматься, подниматься. Если не попаду в администрацию, то вообще в перспективе открыть свое дело, работать на себя и быть предпринимателем. Главное, что сегодня рекомендуют педагоги уже будущим студентам, выбирать ту специальность, которая действительно интересна. Тогда учеба будет не в тягость, появится интерес к саморазвитию и получению дополнительных знаний, а такие специалисты будут востребованы всегда. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, можно бесплатно повысить свою квалификацию, приобрести новую специальность. Кроме того, можно подобрать работу с частичной занятостью или на дому. О том, какие возможности предоставляет сегодня Анапский филиал Центра занятости населения, рассказала его руководитель Айлита Бахалова. Находясь в отпуске по уходу за ребенком и перед тем, как выйти на работу, женщина может пройти профессиональное обучение, повысить свою квалификацию или пройти переобучение, то есть в зависимости от того, куда она собирается выйти на работу дальше. В той же организации работать, где она находится, или искать другую работу. У нас ежегодно эта программа реализуется, женщины у нас обучаются, и после обучения 100% всегда трудоустраиваются. То есть у нас не было пока еще ни одного случая, когда женщина бы после обучения не трудоустроилась. А какие специальности, с кого на кого? Специальности абсолютно разные. То есть это может быть, вот, например, у нас был такой пик, когда медицинские сестры переходили все на компьютеры. Перед тем, как выйти из декрета, женщины обучались на операторов ПК для того, чтобы дальше работать медицинскими сестрами у себя в поликлинике. Например, бухгалтер пока сидит в отпуске по уходу за ребенком, он может, программа 1С меняется практически каждый год. То была шестая версия, седьмая, восьмая, соответственно, уже женщины могут повысить свою квалификацию, получить новый уровень знаний и трудоустроиться в той же организации, не тратя время потом уже на обучение. Много времени это занимает? Смотря какие курсы. То есть если это повышение квалификации, это может быть от трех дней до двух месяцев. А если это переподготовка, то там уже это может быть и четыре месяца, и полгода. Есть вариант с работой на дому? Работа на дому у нас, к сожалению, вакансии появляются очень редко. Ну а вакансии с неполным графиком или с графиком сменности – это очень частое явление. А вакансии появляются, вакансии исчезают, есть вариант их не пропустить. Для этого можно даже не выходить из дома, зарегистрироваться у нас на сайте и получать услугу государственную по поиску работы через интернет. Богатырь весом 5 килограммов, 270 граммов и ростом 56 сантиметров появился на свет в Анапском роддоме. И ребенок, и мама чувствуют себя хорошо. Приготовленные заранее чепчики и распашонки придется отложить. Малыш их перерос еще в утробе. Юлия Егорова признается. О том, что ребенок должен быть крупный, в семье знали, но не думали, что настолько. Еще какой здоровый, заверяют врачи. Оценка неонатологов 8-9 баллов по шкале Абгар. И это при том, что мальчик появился на свет путем кесарево сечения. Хотя в этом случае по-другому быть и не могло. Мы предполагали крупные размеры малыша после проведенного обследования у нас в отделении. Но женщина самостоятельно вступила в роды. Но по показаниям в связи с клиническим узким тазом, несоответствием размеров малыша, размером таза матери, поэтому женщина была прооперирована. И мамочка, и малыш чувствуют себя хорошо. Возможно, уже через 5 дней их выпишут домой. А там на помощь молодой маме готовы прийти бабушка и новоиспеченный папа. Семья совсем недавно переехала жить в Анапу. И очень рады, что знакомство с городом и его жителями началось с роддома. В роддоме персонал хороший, отношения хорошие. Все очень дружелюбные. Все понравилось, все хорошо у нас. Врачи отмечают, что в последнее время крупные дети рождаются все чаще. Но это не является поводом для беспокойства. Если ребенок здоров и чувствует себя хорошо, то плюс один-два килограмма в этом возрасте лишними не считаются. Да и потом, как говорится, счастья много не бывает. Ольга Родин, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Открытый урок добра провели волонтеры серебряного возраста в шестой школе. Ученикам восьмых и одиннадцатых классов рассказали о волонтерском движении в России, а также мероприятиях, направлениях, гражданской активности и защиты окружающей среды. Урок решили посвятить международному волонтерству. Для школьников прочитали не только познавательные лекции, но и подготовили тематические викторины. Обязательные условия для международного волонтера – знание иностранных языков. Первое задание – перевод несложного текста. С группами ребят работали наставники. У каждого из них за плечами богатый опыт. Они не понаслышке знают, как совершать добрые дела. Только недавно волонтеры серебряного возраста вернулись с фестиваля молодежи и студентов. По словам руководителей, знание и опыт необходимо передавать молодому поколению. Они должны знать, они должны быть готовы к тому, что их потребность в делании добра, в каких-то общих добрых делах будет востребована. Что это очень большое дело, что мир сейчас все-таки стоит на такой грани, что нельзя все мерить деньгами. Нужно все-таки добровольческое движение развивать. И это приносит несоизмеримый вклад в душу человека. Это эмоции прежде всего. Это энергетика, та, которую не купить за деньги, та, которую нельзя подарить, а можно только почувствовать, и можно только людям, друг другу дарить добрые дела и добрые помыслы. Волонтеры города-курорта активно сотрудничают с общеобразовательными школами и молодежными центрами. А они, в свою очередь, подхватывают их идеи. В школе номер 6 уже несколько лет действует волонтерский отряд «Горящие сердца». Дети самостоятельно строят скворечники для птиц, помогают ветеранам и организуют школьные праздники. В прошлом году в общеобразовательных школах проводилось анкетирование. По его результатам более 80% детей хотят заниматься благотворительностью. Они понимают, они этим занимаются, им это очень нравится, предлагают много разных моментов, конечно, безусловно. Добро – это бескорыстные поступки, это помощь человеку, в котором он нуждается. Хотя это не обязательно должен быть человек, это может быть животное любое. Нужно делать как можно больше добра. И добро для меня – это что-то бескорыстное, это когда ты помогаешь людям, которые что-то не могут сделать. План мероприятий расписан буквально по дням. Активисты серебряного возраста уже проводили уроки добра в школе номер 3. Сейчас они готовятся к их профессиональному празднику – День волонтера. 5 декабря они полностью посвятят свой день благотворительности. Разделившись на группы, волонтеры посетят больницы и приготовят подарки для детей из коррекционных классов. Детям-инвалидам помогут получить качественную реабилитацию. Управление социальной защиты населения окажет содействие в направлении детей с ограниченными возможностями в реабилитационный центр Краснодарского края для прохождения восстановления. Социальные услуги в стационарах им окажут бесплатно. Более подробную информацию можно получить в Управлении социальной защиты населения по адресу Анапа, улица Крымская, 177, кабинет номер 4 или по телефону в Анапе 39056. И к другим темам. Во Всероссийском детском центре смена стартовал чемпионат по самбо. Соревнование проходит в рамках проекта «Самбо в школу». Подробности в материале наших коллег. Уже второй раз в смене проходит открытый турнир по самбо среди юношей на кубок Всероссийского детского центра смена. Мы рады, что такое спортивное мероприятие стало уже традиционным для нас. Мы рады, что эта традиция перешла в традиционные праздники нашего любимого города Анапа, который нам помогает в реализации всех наших инициатив. В этом году его география расширилась. Среди участников не только юные спортсмены из Анапского района. За кубок сразятся также юноши из Новороссийска, Абинска и Крымска. Всего соревнуются 8 команд, 72 человека. Очень приятно приглашение получить на уже традиционный турнир. Мне кажется, он действительно нашел свое место. И думаю, что с каждым годом этот турнир будет все более популярен. И мне хотелось бы, чтобы на этот турнир приезжали ребята не только из Краснодарского края, но и со всех регионов нашей великой страны. Борьба за кубок происходит между мальчиками 2005-2006 года рождения в 9 весовых категориях. Призы спортсмены получат и в номинациях за лучшую технику, за самую быструю схватку, за волю к победе. Наш исконный вид спорта, который действительно зародился в Советском Союзе. И сейчас мы его в дальнейшем развиваем. В финале соревнований победители в каждой категории получили заслуженные награды. В номинации за волю к победе награду Руслана Махмудова. Лучшая техника у Клима Маслова. В самой быстрой схватке победил Давыд Григоренко. САМБО! УРА! И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости медицинский центр «Анапоокеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает привычные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok